По всей России жители пишут правовой диктант. Дистанционный этап проходит с 3 по 10 декабря. А 7 декабря во всех вузах Республики Татарстан, где есть юридические факультеты, прошел письменный этап. Самой большой площадкой стал Казанский федеральный университет. Вторая физическая аудитория главного здания КФУ собрала всех желающих. Пришедших поприветствовал министр юстиции Республики Татарстан. Я сам являюсь диктантом Казанский федеральный университет, приходить на родной факультет. Как вы знаете, одна из задач органов государственной власти – это значение права свободных граждан. И, конечно же, в этой связи вопросы правового просвещения выходят на первый план. Участникам диктанта необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов, касающихся темы конституционного, уголовного и гражданского права. Это основа, то есть те вопросы, на которые должны отвечать любые граждане РФ. Смысл данного диктанта заключается в том, чтобы проверить правовое знание населения РФ. Как отметили студенты, вопросы показались им несложными. Легким я вышла, одна из первых. Хотелось бы узнать, после двух лет обучения прибавились ли какие знания или улучшились ли они. Ну, проверить себя. Вопросы несложные, то есть это вся база, вся основа, то есть там конституция, основа уголовного, трудового, гражданского права. Так что, в принципе, мне кажется, что для юристов эти вопросы не составляют особого труда. В этом году диктант посвящен 25-летию Конституции Российской Федерации. Задания для тестов разрабатывались в Московском государственном университете юстиции. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз.